Показалось вроде. Как потоложек. Такое нежное название для потолка. Уменьшительно ласкательное. Эти же разработчики делали игру Нок-Нок. Про чувака в ночнушке, который там бегал, часы заводил. Игра хорошо зашла и на волне успеха, наверное, было принято решение переиздать вот как раз старый мор. И не прогадали, там что-то порядка 300 тысяч долларов было собрано на кикстартере, что хороший результат для наших разрабов. Молодцы, я даже похлопать могу, вот только мою похвалу вряд ли они услышат. Единственное, о чем думают разработчики, когда узнают про мой канал, бля, хоть бы наша игра там не появилась. О, еще как появится. Спасибо большое, что еще и картину с этой маской во всю стену повесили, потому что в заставке явно было мало. Теперь уже даже самые стойкие не выдержат. Здрасте. Что-то не густо народу. Не самая лучшая идея делать спектакли во время чумы, а? Или просто король и шут нынче не в моде. Да. Марк Бессмертник. Ну что же, Бурах, провально ваша роль. Ничего в этот раз не вышло. Что за проклятая постановка. Уже вторая попытка и вот, пожалуйте, снова провал. А, извините, тут озвучки не будет. Да, я сам все читать должен. Окей, да ладно вам. В первый раз хорошо получилось. Ну, об этом, простите, не вам судить. Как же он похож, блин. Узнали? Согласны? Как говорится, порхай как бабочка. Жаль, что Горшок умер. А вот и чума подъехала. Ну, вообще тут по сюжету какая-то песочная язва кучу людей сморила. Но так-то она всеми признаками чумы обладает. Эээ, Left Control. Видны люди, которым есть что сказать. Ну-ка. Ты правда? А вы че молчите? А вот с той штукой тоже разговаривать нужно? Ее какие-то тени окружают. Мне страшно. Бакалавр, мне больше не доверяют. Они даже не позвали меня на совет. Где наши пиццы? Воображаю, какой совет ты бы дал, Эмэрдам. Совет, что нужно просто улыбнуться. Ну и желательно не сдохнуть от чумы. Такой с утра просыпаешься, ура, я живой. Ничего не скажешь про нее. Посмотри на мои руки. Это ничего, что они некрасивые такие. Ты главное, посмотри. Я посмотрел на твое милое личико, мне, к сожалению, полэкрана преграждает. Я вообще не понимаю, тут все персонажи так близко к камере расположены. Че личное пространство игрока нарушают. Самозванка. Птицы? Оказывается, были совсем не птицы, а знаешь кто? Наклонись, я шепотом на ушко скажу. ПАЛЬЦИ! Это они тебе сами сказали. Ага, так и сказали. Мы не птицы, мы пальцы. Потому и назвали их исполнителями. Нихуя не понял, но очень интересно. Похоже на мой перевод, который я обычно делаю. Так, а вот что вот это за тень не начинается? В тегах игры не было указано, что это страшилка. Зато был указан глубокий сюжет. Эм, за расчетом, окончательное сведение щитов сейчас идет в городском соборе. А кто там? Начальство, ну кто же еще? Ну, диалоги тут надо понимать еще глубже самого сюжета. Еще немного и задохнешься. От такого количества информации, само собой. Кстати, писали, что еще город стал больше, чем в оригинальном Муру Топия. Что не может не радовать старых фанатов. Я сильно сомневаюсь, что многие вообще играли в первую часть. Ну так правильно, не играли в первую, нехуй начинать. Вот специально ремейк сделали. А что, когда выходишь из дома, подгрузки не будет? А что, так можно было? Сейчас Скайрим злую мордашку скорчит. Ты вообще не понимаешь, что это войска Ганнибала Лектора? Че они так разоделись? Я на самом деле уже очень сильно соскучился по вот этим вот мрачным пейзажам города, охваченного чумой. В Питер я, к сожалению, еще не скоро поеду, Но по тяжелой судьбе Стратхольма мы примерно можем спрогнозировать Не совсем радужную картину Муру Топия Всех, похоже, придется уничтожить. Ты пересек опасную черту, Артес. Это точно. Сойте, не расстреливайте! Офицер, не на что смотреть, доктор. Штатная работа. Кто эти люди? Да, работа палачей. Вы убиваете людей, негодяи. Трудно поверить, что это наши солдаты. Хуже оккупантов. Отставить этот цирк живо! Вы лучше нас знаете, что спасения от песчанки нет. Люди сходят с ума от боли и не отвечают за свое поведение. Мы избавляем их от мучения, это раз. И найдем им заражать здоровых, это два. Действуем по инструкции. Вы сжигаете их заживо! Какая еще инструкция? У нас есть инструкция, ее составили в вашей педике. Там сказано прямо. Способ заражения неизвестен. Передается прикосновением по воздуху, через кровь и слюну и черт возьми еще как. Мы потеряли половину личного состава. И по делам. Идите, доктор, нечего морали читать. Делали бы вы лучше свою работу, не пришлось бы нашу делать. А лекарства как не было, так и нет. Думаете, мы хотим сжечь и стрелять по гражданским? Эти люди здоровы, они вам на что сдались? Это мародеры. Повторяю, ведем штатную работу. Вы своим делом занимаетесь, мы своим. Отпустили бы вы их двумя больше, двумя меньше, какая разница? Ага, и потом весь город заражен. Ну что ж, занимайтесь. Но это так нельзя оставлять. Не плачьте, мадам, я вас заслоню своим могучим телом. Вот так вот. Так, а почему ствол во мне? Он что-то оказался больше, чем я ожидал. Теперь камера такая, будто вообще в двум играем. Спасти, к сожалению, их не удалось. Но есть и хорошие новости. По заветам Артаса, местные войска избавляются от чумных. В противном случае, тут бы уже мертвецы ходили по улице. А, вот и зомби, я же говорил! Или оно пока еще... ...живое. Она уже, блядь, по-русски не разговаривает. Началось, ребята! О, псина! Знаю, куда ты идешь. Хочешь совет? Харк, ты разве жива? Вот и я спрашиваю. Слушай, совет, ты думаешь, что она тебя любит? Думаешь, что она тебе друг? А он нам всем враг, потому что привез сюда пушки? Начинай разговор не с ней, а с ним начинай разговор. Ну все, пиздец, поплыл уже. Ладно, бывай, удачи тебе. Бог даст день, даст и пищу. Шучу! Не даст! Опять какое-то фаер-шоу устраивает меня. Вот такой вопрос. Тут вообще, кроме этих палачей и доктора, за которого мы играем, живые-то есть? На моих глазах человек 50 полегло точно. Еще столько же валяется просто на улицах. Вопрос, где все, кому повезло больше? Может, они уехали уже давно? Да тут везде тела, смотрите. Раз, тело. Идем несколько метров. Два тела. Идем несколько метров. О, чумной клубок дыма. А давайте рассмотрим его поближе. Я же доктор, ну-ка. Нужно вдохнуть попробовать. Что же это такое-то? Хорошо. Ну, что я могу сказать, как доктор? Последние секунды жизни я сейчас живу. Опять мертвые тела через каждые 10 метров. И вот этому ганг-отряду, по-моему, лучше не попадаться на глаза. А то я вот за ними следом буду лежать. И мне кажется, лучше вообще никому на глаза больше не попадаться. Нужно скорее бежать отсюда. Еще один ганг-отряд. И... О! Классики! Веселые детишки. А можно я тоже попрыгаю? Оп! Ой, я заебал. Заразил вас чумой. До свидания. Здесь как-то красиво и страшно одновременно. Я так понимаю, мы все-таки добрались до собора. В котором восседает правительство. И ставлю 100 баксов. Они даже не в курсе, что в городе происходит. Они такие... Да, чума! Заживо сжигают! Ай-яй-яй! Какая досада. Мы обязательно рассмотрим ваше заявление. Как только вы его, блядь, электронным письмом нам пошлете. А пока что, извините, прием закрыт. Я прав? Господин. Разорвись, нахуй. Очко себе разорви. Это тот самый медик. Это тот самый медик. Что вам? Я пришел как-то повлиять. Мы можем лечить эту язву. Я даже понял, как. Какие ваши доказательства? Это не совсем научно. Особая медицина. Традиции моего народа. Что за нелепые лепят? Ваше имя и должность. Артемий Бурах. Хирург. Ясно. Дайте мне основания, чтобы отменить приказ о бомбардировке. У вас одна попытка. Я открыл рецепт сыворотки. Тут осталось много живых людей. Вы герой войны. Вы единственный человек в нашей армии, о ком можно сказать. Этот человек. Ну точно не про него. Это Бурах. Если бы вы сказали, что на рельсах стоят три цистерны с вашей чертовой панацеей. Бригада столичных врачей готова начать вакцинацию. Или как там это называется. Вот это были бы те слова. А теперь пути назад нет. Слишком многим мы рискуем. Не надо. Прости меня. Я пытался. Но ничего не выходит. Может быть с ней получится договориться. А то он мудак. Город собирается бомбить. Представим сферу. Мысли мы разметим. Ничего. Какая сфера, блядь. Вы ебанутые. Подтверди, что у вас есть средства борьбы с чумой. С чумой, но не с эпидемией. Какая разница. Все уже решили без тебя. Ты здесь не нужен. И что решили? О, ты такой, чтобы мы отчитывались перед тобой. Провинциальный хирург, лекарь-самоучка. Практикуешь варварскую народную медицину. Впрочем, я знаю, кто ты. Ты тот, на кого я ошибочно понадеялась. А ты подвел меня вот отсюда. Я знаю, как добыть основу для своей сыворотки. Ее можно будет производить. Эй, там. Взять его и вывезти. Да послушайте же вы меня. А че? Стража нету, да? А где стража? От песчанки все подохли. Ну, Горжок, ну скажи ты им. Они не сушают меня. Они хотят все уничтожить, как в Варкрафте. Ну что? Как вам наша игра? Захватывай? Значит, упорный. А хотите вторую попытку? Нет, не вторую. Первую. Ладно, проехали. Будем считать, что последний поезд еще не ушел. Смотрите, не опоздайте. Главное, остановку не пропустить. Да-да, согласен полностью. Так, стоп-стоп. Про какие такие поезда идет речь. Нет, это только не метро. Вы на полном серьезе засунули меня в вагон? Все равно не буду делать сюжетку. Это просто гениально. По крайней мере, Рыжий Человек, это не самое худшее, что оттуда могло вылезти. И сел. Погодите, а это... А как они Алексея Серебрякова уговорили сняться в своем инди-хорроре? Вот куда все деньги ушли. А как ты оказался в этом гробу? Ты про вагон? Гроб — это лучший транспорт из всех возможных. Доставляет в такие дали, куда даже мысль не достает. Ты похож на живого. Стало быть, этот транспорт тебе пока не по карману. Без билетник. Такой же, как и ты. Да нет, у с тобой разного поля ягоды. На этот поле билетов не продают. Ну, будет болтать. Разбудил ты меня. Спать охота. Совсем скоро я буду дома. Надо только не отвлекаться. Ну что, похож, приехали. Да, вот он, родной дом. Природа. Свежий воздух, в котором летают... ...частицы пепла. Что-то опять горит. Какие-то стрёмные существа вокруг коровы собрались. Которые на железной дороге стоят и путь нам переграждает. Классика. Только я не понимаю, что они собрались. Куда они смотрят-то все вообще? А-а-а. Ясно. Можете животное с путей убрать. Рельсы — это красиво. Они всегда ведут к одной цели, и свернуть с нее невозможно. Разве что только так глупо потерпеть крушение по пути. Погибнуть, лишь бы только избежать своей судьбы. Глупо, скучно. Это чё за чудовище? Где? Впереди или сзади? Сзади. Это босс-турок, существо из степных легенд. Отец всего живого, из которого был сотворен мир. А что он сейчас пытается сотворить? Глупость. Жизнь никогда не остановит смерти. Слышь, босс-хуесос, давай уебывай отсюда, нам ехать надо. Фу. Плохая корова. Не хочешь? Сейчас как по вымене тебе дам. Получай. Была очень плохая идея. Он чё, опять спит? Эй, полезай! Я вернулся! А, вот ты где. Сразу не заметил. Почти добрались. Рад. А как же, уши не чаю, когда доедем. Жду не дождусь. И то, а то словно по кругу ездим. Ладно, занятно было с тобой время скоротать. Желаю удачи с отцом. Заждался тебя, Падди. Надеюсь, отец главгероя проживал не в том зараженном городе, откуда мы уехали. А то эта фраза будет звучать как не совсем доброе пожелание. Сын мой Артемий. Пишу тебе теперь после стольких лет разлуки. И прошу вернуться домой как можно скорее. Мне тревожно. Боюсь, что нам всем предстоит нелегкое испытание. Надеюсь, ты выучился на отличного хирурга, потому что твои знания могут здесь пригодиться. Я по-прежнему единственный врач в этом городе. Но я старею. Мне очень нужен помощник. Так он на поезде все это время к отцу ехал или ему это вообще все приснилось? Я не понимаю. Да что смешного? Там запутанная история. Постоянно какие-то воспоминания у главгероя. Это мур утопия или что это вообще такое? Бля, я думал это блоха гигантская. На кровати лежит. Они же тоже были переносчиками, зараза, как крысы. Еще смешного в этом нет, это правда. Так все и было. Хватит веселиться, я тут врач. Это ему тоже что ли приснилось? Я опять не понимаю. Он все это время ехал на поезде и спал. А теперь его хотят отпиздить. Дорежу, потому что нечего спать, пока другие работают. Я не знаю, что происходит. У меня тоже экран темный. Но я так полагаю, его зарезали. Потому что когда против тебя три человека ножи достают, бежать надо, а не драться. А нет, он всех убил, чего бы нет. Чем дрался скальпелем? По правилам фехтования, наверное, да? Всех троих, серьезно? Их еще и облутать можно, ну окей. Хоть не зря померли, ребята. Так. Отлично, вроде все собрал. Вот чем мне нравится это время, так это то, что тут практически невозможно будет отследить, кто же... Так я не понял, что здесь делаешь? Самые худшие еще впереди. Если только для тебя. Неправильно ты горбатый дяденька руками шевелил. Трех человек насмерть уходил. Тебе теперь всю дорогу этот грех нести и не отмоешься. Я не горбатый, это меня от раны крючат. Ты кто такой песик? Я такой песик поводырь. Ну и сторожевой заодно. Сижу вот душ твою караулю. Помрешь, отведу куда надо. Нет рана пока, лучше этих трех бедолаг провожать. Ага, все-таки зря ты так резко с ними. Вжик, вжик и три жмура. У нас так не принято, тут правила другие. Мне так надо было. А как? Нежнее с людьми надо. Ну вот убедил ты этих, побежали они от тебя. Так опускайся и бегут, обратно не вернутся. В другой раз отпущу. Иногда люди готовы говорить несколько раз подряд. Охотно верю, только и мне идти надо. Так, а этот клюво-еблый нас постоянно преследует с самого начала игры. Я что-то только сейчас дуплил, он уже и раба себе завел. За что тебя, мальчуган? Ай, тень, нихуя себе. Умоляю, тише, чтоб он не услышал. Наклонись ко мне, так вот. Он вам все говорит неправильно, он желает вам смерти. Да шо ж такое, все тут желают мне смерти. И ходите домой, бурах, куда угодно идите, только домой не надо. У вас же тут есть друзья? Есть трое, в детстве не расставались. Это ваш город, бурах, вы еще даже не поняли, насколько он ваш. Живите в нем, просочитесь в него, изучите его сосуды, нервы и клеточки. Город, вот настоящий дом, а это место, куда вы сейчас направляетесь. Туда вам не надо. Простите, но больше я вам ничего не могу сказать, иначе меня жестоко накажут. Будут играть твоей головой в боулинг. Я так уже в начале игры пошутил, знаю. Может и права была. Склады, здесь живут только крысы, понял. Я говорю, может тень была права, когда говорила, что не надо домой идти, опасно. Может надо как-то на дно залечь и внимания не привлекать. Типа как-то осторожнее быть. Лол, усатая крыса, смотрите. Извините, но там написано было, что в этом районе только крысы живут, я не виноват. Короче, все хуже получилось, чем я ожидал. Я здесь пока ходил ко мне, этот какой-то перевозчик подбежал и сказал, что типа уже весь город знает о том, что я людей убил. Похоже, надо было действительно тише быть. Сто пудов эта усатая крыса все подстроила. Ой. Бля. Бля. Все же смотрели видосы на ютубе, как правильно заходить в хату. По-моему, пора вспоминать все то, чему нас научил этот видеохостинг. Вообще, это похоже на город детей, который был в третьем фоллауте. Этот уже обоссался. Но, кстати, вот насчет этого я не уверен, это точно ребенок? Я не могу разглядеть, или это карлик? Я тебе дам. Ой-ой-ой. Ты дам там-там. Аккуратнее. Главгерой, между прочим, полчаса назад три жизни отнял. Главное, знают о жизни коты. Что в жизни главное? Точно не ты. Да пизды. Ноткин, ты пришел, это хорошо. Значит, начнем наш суд. Прям сходу душит судебная система мур утопии. Поехали. Ты нам вот на какой вопрос для начала ответь. Говорят, никакой ты не сын старого Бураха, а совсем даже наоборот. Старый Бурах был врачом и спасал людям жизнь. А про тебя говорят, ты людей убиваешь. Правда это? Что правда? Что болтают про меня всякое? Наверное, так. Ты не виляй, пожалуйста. Перед пацанами рабеешь, что ли? Не дрейфь. Ну и нахал же ты, паренек. Нахал, не нахал, это сейчас без разницы. Сейчас у нас разговор не о вежливости. Важнее у нас разговор. Ну, слушаю тебя. Это он мяукает или кто? Так что же, убивать можно? Нам важно, как рассудишь ты. Старый Бурах у нас не только врачом был. Он учил нас. Он знал, как надо. Говоришь, ты его сын. Выходит, ты теперь вместо него. Так что скажешь, можно убивать? Тех, кто убивает славных беззащитных, можно. Если обороняешься, можно. Только защищаешь тех, кого любишь. Нет, убивать нельзя. Крепко себе это на носу зарубить. О, как по-отцовски, так по-бураховски. А за папку своего будешь мстить? Само собой, речь сейчас не обо мне. Может и не буду. Хорошо, с тобой теперь все понятно. Ну что ж, мы узнали, что хотели. Суд окончен. Теперь ты можешь идти. Не понял. Да кто у них тут мяукает постоянно? Алло. Отсюда, откуда-то. Это ты мяукаешь, девочка. Я знаю, что это была ты. Так, ладно. Спасибо тебе, что пришел, не испугался. А вот и поклон для тебя. Видишь? Хлеб! Уж сколько собрали. Не сердись, а то нам самим кушать нечего. Вон сколько ртов. Я вижу, пока только один. Спасибо, девочка. Когда я верну себе дом, приходите туда. Тоже вам поклонюсь. Не очень-то он свежий, конечно. Да и маловато. Молока тоже чуть-чуть. Зато водичка свежая. Ночью в овраг ходили. Значит, говоришь, есть вам нечего? Ну, дело понятное. Мы же сами по себе. В общем, спасибо. Сами по себе они. Ага, тут беспризорники одеты лучше, чем у нас нормальные дети в стране. Вот уж реально мур утопия. Они ее в ящик, что ли, засунули? При моем приближении закрывают ставни и прячут детей. Напрасно. Через нее, кстати, можешь своеобразным отмывом заниматься. Ты ей даешь вещи с убитых людей, а она тебе взамен нормальная. И все, концов не найдут. Ладно, мои маленькие любители песчаной чумы, на этом я предлагаю закончить наше путешествие по муру топи. В принципе, я вам ничего особо даже не проспойлерил, так как это самое начало игры. Многое вообще не записал. Может, даже к этой сами поиграете. Лично я оцениваю проект положительно. На этом мои полномочия и все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. И, как обычно, счастья вам! Субтитры подогнал «Симон»!